Полный вперёд! Добрый день, дорогие друзья! И сегодня, незадолго до Нового года, я бы хотела дать ещё одну практику. Ещё одну практику, которая просто может встроиться в вашу жизнь, особенно в канун корпоративов и праздников. Это прямо то чудесное время, когда её можно брать и тренироваться. О чём пойдёт речь? Наверное, каждый из вас сталкивался, когда вдруг в его жизни возникала персона, пред которой хотелось преклонить колени. Например, вы приходите на работу, там есть такой биг-босс, и вы с преддыханием заходите в его кабинет. И неважно, откуда это преддыхание, от того, что вы его просто дико боитесь, и вам хочется провалиться сквозь землю, или от того, что вы его боготворите, и вам хочется вознестись с ним в рай. На самом деле, это не имеет принципиального значения, просто есть человек, пред которым вы находитесь в каком-то состоянии сам не свой. Вроде бы, как этот человек, либо он настолько велик, либо он настолько зол, либо-либо-либо, дальше вы придумаете себе сами. Равновесие нарушено. Например, зачастую, когда люди рассказывают о подобном человеке, они говорят, «Ой, он же там профессор, он там такой-такой», и вот просто к этой святыне прикоснуться уже страшно. И вот вы понимаете, что случается. В этом случае действует закон компенсации, когда система всё приводит в равновесие, в гармонию. Если вы вышли из равновесия, то она вас туда очень плавно вернёт. И иногда это возвращение может быть не совсем приятным, мягко говоря. Об этом говорят, что если вы создали себе кумира, то обязательно будет возможность его развенчать. И в этом есть смысл. Поэтому я предлагаю осознанно подойти к развенчанию кумиров. Принцип действия у практики очень простой. Когда-то со мной им поделился, ой, не буду называть человека, он очень известный человек на самом деле. Так вот, при этом в общении он сегодня очень лёгок, он прост и очень доступен. Рекомендацию свою он дал так. Говорит, ну вот когда ты боишься кого-то, когда ты возвеличиваешь кого-то, или когда ты кого-то принижаешь, и ты не знаешь, как переступить черту, или ты боишься войти в кабинет кому-то, говорит, просто представь, что это человек со всеми вытекающими последствиями. И чаще всего, когда мы представляем человека, мы кого представляем? Отца семейства, который гуляет со своей семьёй, мужа, который занимается любовью со своей женой, куда-то ездит, чем-то пользуется. Но видите ли, получается так, что мы тогда автоматически, когда начинаем представлять, мы уходим в какие-то фантазии. Я предлагаю уйти в состояние наблюдателя. Вот вы приходите на корпоратив, люди пьют. Посмотрите, ваш гуру тоже пьёт. Либо же курит, либо же просто кушает, либо танцует, либо смеётся, но он делает всё то же самое, что можете делать вы. Но если на вас даже это не действует, тогда совсем пожесткачу. Поймите, этот человек точно так же, как и вы, справляет нужду, писает и какает. И если вы только это представили и смогли пронаблюдать со стороны за тем, что он действительно удовлетворяет физиологические потребности, я не предлагаю сходить в туалет, я предлагаю наблюдать, как он танцует, веселится, увлекается и так далее. Как только вы поставили в ранг его рядом с самим собой, вы понимаете, что это человек. Вы в гостях у Бога. Вспоминаем практику Игры Богов. Вспоминаем. Мы все пришли сюда играть. И равновесие восстанавливается. Но мы зацепили это равновесие за что? За позицию наблюдения. В качестве тренировки раз. За физиологические потребности два. У нас у всех проявлено только физическое тело. И если мы цепляем за него, то становится очевидным, что мы все равны. Как вам такой подход? Помедитируйте, друзья. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»